ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ Некоторым предъявляют эти обвинения, приезжая в больницу. Что происходит? То есть, есть ли за всем этим тенденция какая-то? Вы видите ее? Я разговаривал с разными людьми, с разными источниками, которые обычно желают остаться неизвестными. Общее ощущение, что ребята перестали видеть края. Какие из ребят? Ребят с нашего двора, так называемых? Или из мэрии? Скажем так, везде, в разных органах власти. Это только верхушка процесса. Я не знаю, чем все это закончится. Общее ощущение, что люди, которые были рекрутированы, ну, хамитовского призыва, скажем так, люди, и в это время, ну, видимо, еще в органах федеральной власти, территориальных органах, было какое-то ощущение, что ли они были заняты своим делом. Что, ну вот, когда у тебя в кармане там 10 миллионов рублей, тогда одно умышление. Когда 100 миллионов рублей, тогда другое умышление. И после определенного предела ты начинаешь чувствовать себя сверхчеловеком, человеком-невидимкой, неуловимым. Ну, я думаю, что это какая-то профилактическая, ну, не массовая, а точечная акция со стороны, не знаю, насколько консолидированных силойков, ну, вот, с ощущением, ну, ребятам показать края, берега. То есть, на ваш взгляд, это такой предупредительный залп? Ну, да, отрезвляющее, я бы сказал так. Почему это вдруг происходит именно на муниципальном уровне, и почему именно с этими людьми? Мы же с вами не можем сейчас прогнозировать судьбу каждого из этих уголовных дел, да? Не можем, это правда. Ну, хорошо или плохо, мы с вами не судьи, не прокуроры, у нас нет с вами там ни прослушки, ни... Ну, мы не знаем, да? Да, вот, но ощущение того, что, ну, какие-то люди там заходят везде и показывают людям, кто здесь власть и где здесь граница, ну, оно, ну, сложилось, да, это ощущение? Я тогда вот что хочу понять. Вот Александр Филиппов, да, в этой ситуации мне непонятно. Человек, который работает сегодня в муниципальных органах власти, по моему представлению, любого из них бери, прав он, не прав, всегда можно зацепиться за любую закорючку, которую он поставил. Там он мог нарушить, превысить служебные свои полномочия. Давайте не будем оказывать воздействие, давление, ну, там, ну, наследство. Ни в коем случае. Я вот что хочу понять. Почему тогда... Обобщим вот этого персонажа. Почему тогда сегодня нет дел, которые возникают вокруг его деятельности сегодня, почему вспоминается какое-то дело, по которому вроде как, как говорит адвокат, уже вышли все сроки давности. Ну, вообще деятельность... Ну, представьте себе, что уфимское поколение коммерсантов, которые пришли с рынка, приходят в государственную машину, ну, архаичную, сложенную, вот, Муртазу Рахимову, там, Митхатом Шакировым. И вот она как-то крутилась на деревянных заклепках, и тут приходят люди с бизнес-мышлением. Вот, и у них, как бы, кого бы сейчас не трясли, какие бы сейчас там результаты не были, люди, скажем так, ну, городские, люди, которые интеллектуально выше, ну, скажем так, среднего уровня по больнице в госмашине, и юридически подготовленные, там, финансово образованные, знают такие слова, которые мы с вами не знаем, знают такие, как бы, законы, все, как бы, у них на их стороне. И кого, за что цепляют, ну, я думаю, на что хватает, как бы, серенок и материала у тех, кто за ними гоняется. Не могу не спросить, потому что в этой скандальной публикации, о которой, в общем-то, в новостях неизвестно даже, как говорить или не говорить, но вот появилась какая-то скандальная публикация, якобы кого-то взломали, опубликовали какую-то переписку и сослались на то, что именно Медиакурсеть может подтвердить, что это реальный телефон, там, господина Филиппова. Вы как к этому относитесь? Да, во-первых, ну, наконец-то, мои вопли многолетние о том, что коллеги и те, кто, ну, по темной стороне экрана, и те, кто посвятил, давайте друг на друга ссылаться, наконец-то, наконец-то, были услышаны, и за это большой респект тем, кто распространяет, ну, вот эту, как бы, историю со скриншотами, да, со взломом, но пока, ну, как минимальный опрос сотрудников, глядя в глаза, ну, подсказал, что, ну, к нам пока, по крайней мере, официально или неофициально не обращались, вот, действительно. Но коллеги с коммерсантами не спрашивали, они что говорят? У нас разная реакционная политика, да, мы не вмешиваемся. Вот, это раз. Во-вторых, ну, вот мы не в переписке, в приватной переписке ни с кем из упомянутых здесь людей не состоим. И, ну, реально, я вот не знаю, как выглядит телефон, ну, Того же Филиппова, например. Да, например, Филиппова, я не знаю, телефон, мы с ним не списываемся. А вы анализировали эти выложенные скриншоты? Я успел прочитать эти скриншоты, да. Насколько, на ваш взгляд, это похоже вообще на какую-то реальную переписку? Ну, у меня ощущение искусственности не покидает. Вот, может быть, допустим, есть, как бы, части там, которые, ну, перехват, может быть, полностью сконструируют, я не знаю, да. Но ощущение того, что как вот человек, бытовой человек, достраивает себе разговор вельмож, вот, ну, на вот этот язык похожий, да, допустим. Тогда я вот что вас спрошу. Вы в самом начале сказали, что во многом цель этих уголовных дел, этих громких таких разоблачений в том, чтобы показать берега этой команде, которая работает. Ну, помните, да, случай, когда, ну, я не знаю, где взяла про УФУ эту информацию, про то, что один из чиновников, я не буду никого называть, это позиция. Ну, сказал, что, а я думал, я честно заработал эти деньги. Ну, откат за то, что он там у каких-то бывших чекистов, ну, что-то там за какие-то спустяные городки просил. То есть он, может быть, действительно так обстоит то, что люди думают, ну, я же разговаривал, я же пробивал там, бум, ручку убрал. Похожая версия была про Улюкаева, да, что такие деньги называются, как там за снос подошвы на ботинках, что, типа, ну, ты же выполняешь эту работу быстрее даже, чем мог бы, да, вот тебе, типа, благодарят. И это ощущение вот безбрежности вот тогда появилось у меня. Тогда я вот что хочу понять. Как с этим все коррелируется то, что на того же Филиппова постоянно идут атаки и вне, скажем так, правовых, да, информационные атаки постоянно идут? Ну, как сказать, не моя задача быть там его адвокатом, предположим, или там, ну, кем-то, да, ну, если вы меня в свое время возвращаете к фигуре этого именно вице-производителя. Ну, просто интересно, он действительно сегодня, да, в центре внимания разных средств массовой информации. Да, я немножко как бы затруднен, ну, конкретно по этому персонажу, потому что молва связывает то, кто-то думает, что я в каком-то заговоре состою там против него, кто-то говорит, что меня убрали там в связи с публикацией на Комиссанте, там, прочно, год назад. Но, как бы, я с ним как бы не знаком, не пересекался, и мне, как бы, ну, честно говоря, не очень интересно. Ну, сейчас уже, конечно, интересно. Вот. Вопрос. Вопрос я сформулирую сейчас так. Может ли это давление с разных сторон означать, что кто-то хочет, чтобы Филиппов отказался от своей должности? Не знаю, решает ли он сам этот, как бы, вопрос или нет. Я думаю, что в две, как бы, два аргумента я приведу, ну, в его защиту, скажем так, понятийно. Я не знаю с законодательной точки зрения там. Я знаю, что каждый там вице-премьер, там, вице-мэр подписывает в день 600 там бумажек, за каждую из которых можно притянуть. Вот. Ровно да. Да. Ну, где-то это происходит, где-то это не происходит. Вот. Хочу сказать, что передел земли — это вопрос супертоксичный. И там надо быть очень, как бы, работать, ну, со стерильными руками. И более чем стерильными руками, и быть очень осторожным человеком. Ну, или, как сказать, ну, в чем-то святым надо быть. Вот. И то, что у нас, ну, застройщики, там, лоббисты, там, где вот здесь самый, как бы, пик шибки интересов различных групп в Уфе, естественно, это земли, оставшиеся пустыри. Потому что все остальное у нас уже, как бы, увели. И вот осталась земля, пустыри наши, прекрасные пустыри. И пока еще, к счастью, неприкосновенные леса городские. Вот. И, естественно, что это вопрос токсичный. И за это время он мог отравиться вполне, ну, так, наездами. Вторая важная принципиальная вещь — это прямые последствия системы сдержек и противовесов, которые организовал, боясь, видимо, какой-то там конкуренции политической, или что глава республики. Везде у каждого, там, ну, персонажа, там, допустим, везде есть какой-то свой, ну, балансирующий, смотрящий, от него ставленник. И это, ну, в нормальной рабочей ситуации, особенно в нашей пирамидальной республике, всегда создает условия, ну, как бы, конфликта, вот качели некоторых подписывают. Ну, когда, допустим... А Филиппов — это тот, кто смотрит, или Филиппов — это тот, за кем смотрит? Вот сейчас уже не разберешь. Вот, потому что, ну, два равновесных не бывает, ну, в одном хозсубъекте. Я сам работал, как бы, в дуглавом субъекте. Ну, не бывает, что два человека отвечают за одно и то же, за один и тот же город, например. Это неправильно. Раз уж вы заговорили о лесах, которые неприкосновенные, маленький лимонный лес у нас есть такой, да? Да, лимон от слова «миллион». Да, что происходит с лимонарием, на ваш взгляд? Ага, я любую суету вокруг лимонария уфимского воспринимаю как попытку отживать у него землю под застройку. Как бы это ни говорили, по уточнению, там, перелицовку, да, покрасить кто-то хочет им забор. Не надо близко подходить туда вообще, ну, никому ни под каким предлогом. Потому что у нас, у Башкирии, есть прекрасный, ужасный, вернее, опыт, когда федеральную землю под соусом подготовки к 450-летию присоединения Башкирии в 2007 году и ранее отживали. Пустили на какие-то коттеджи для особо важных, выдающихся людей, адреса которых имена их известны. Вот, и то, что кто-то круги нарезает вокруг лимонария, может быть, это происходит только потому, что у этого человека на территории вот этого коттеджного поселка рядом с ним, элитарного, есть собственность. И он просто может мимо там проезжать, успокоиться не может. Но ни под каким соусом, я думаю, что нельзя никого подпускать. А насколько это вопрос, который вызовет на ваш взгляд какой-то общественный резонанс? Насколько общество готово защищать такие объекты, как лимонарий, например? Мы живем в постмодерне, в информационную эпоху. Мы не знаем, где прорвет недовольство. Общее ощущение как бы социального пессимизма и социального недовольства, оно вот пробивается то через снег, да, то... То через лед. То через лед, то через лужу. Мы не знаем, где, когда рванет. И у нас есть прекрасный или ужасный пример беспорядков на главной площади, по-моему, в Токсиме, когда из-за нескольких деревьев вся турецкая молодежная столица поднялась эмоционально. И кто на что реагирует. И вот сейчас вот играть, допустим, с теми вещами, которые недовольные горожане считают для себя ценными, ну, наверное, нельзя. У кого-то там была свадьба, у кого-то там было первое свидание. Вот. Ну, я бы близко не подходил к таким местам. Если только не на свидание. Я напомню номер для СМС-сообщений. Ну, с ковшом, Лейск. От экскаватора точно не подходим. Плюс семь девятьсот двадцать семь тридцать четыре десять пятьдесят один. У нас прямой эфир в гостях Шамиль Валиев. Вы можете задавать ему свои вопросы по СМС. Я, чтобы далеко не отходить от города, хочу вас спросить. Буквально сегодня стало известно, что мэр города Ирик Елавов высказался о проплаченных роликах с бабушками. То есть он так назвал проплаченные. Он считает, что они проплаченные. Если можно, я прям большую цитату прочитаю. Это то же самое, как солнце встаёт и заходит. То же самое половодье. И делать из него сенсацию не надо. Караул, всё пропало, заливает. Муниципальные власти ничего не делают. Хватит нам уже переодетых бабушек. Нам известна стоимость этих роликов и где они делаются. Давайте в такие игры играть не будем. В конце концов, терпение муниципалитета пропадёт. И мы вынуждены будем обратиться в правоохранительные органы. Я с удовольствием предоставлю площадку в Медиакурсети для того, чтобы об информации об изготовителях, ценниках и технологах, которые, если у Ирика Мухаммедовича есть такая информация, мы готовы об этом опубликовать первыми вперёд с сайта FACITY.INFO. Это раз. Во-вторых, я думаю, что наш дорогой мэр находится тоже в состоянии информационной войны. Он обиделся. Я так думаю. И пока не смог объяснить горожанам, почему... А на кого он обиделся? Ну, как сказать... Может быть, несправедливо на него управляемую и неуправляемую атаку, которая состояла из ряда элементов. Естественно, недовольство горожан, попытки, допустим, ряда общественных активистов сделать из него жупел из Илалова и предательство со стороны региональных СМИ, управляемых из Белого дома, которые не дали Илалову объясниться с горожанами, что... А вы думаете, это прям контролируемое такое было? Уверен в этом. Да? Нет никакого сомнения у меня в этом. Почему? Ну, то есть, какая цель региональной власти так подставлять мэра? Я не понимаю. Это же и по ней тоже бьет. Всегда есть... Это же вертикаль. Пока это все бьет конкретно по одной фигуре, фамилия которой начинается на букву «Я». Да, что у нас не горсовет, который там прежних созывов управляем абсолютно, не профинансировал закупку соответствующей техники. Ну, вот я тут солидеризируешь по старинке с Муртазок Байдуловичем Рахимовым, который сказал, что вместе надо такие проблемы решать. Если что-то такое происходит, не надо подставлять друг друга о разном уровне власти. Это я уже от себя говорю. Он говорил, что надо совместно решать. И республика, и город должны... Ну, если какая-то проблема... А вдруг, ну, вадь, не дай бог, а вдруг еще что-нибудь... Что мы будем говорить? Чего ты, козел, не подготовился? Глава района. Там, где это произошло, что ли? Надо всей республикой и с точки зрения региональных властей оставить Еллова один на один со снежным коллапсом. Да, назначая его там фактически. Это предательство. Ну, раз уж мы начали говорить о разных фигурах. Вот вы вспомнили Рахимова, я вспомню Радия Хабирова, которого вчера был день рождения. Уфимский фейсбук, в общем... Взорвался, да. Ну, не то чтобы... Ну, действительно много было ярких, интересных поздравлений. Мое поздравление там было 267 лайков, 6 перепостов. На Мурзаголовское поздравление было 537 с чем-то. Да, это действительно вызвало прям вот интересный такой всплеск, прямо скажем, внимания. Вы следите за тем, какая команда формируется там, в Подмосковье, сегодня у Радия Хабирова? Нет, я вот... Вам это неинтересно? Не знаю, вот мыслить правительством в изгнании или там, ну, как польским правительством в Лондоне, ну, это уже было, и как бы я переболел, мне неинтересно. Кто там у него, что я, как сказать, и сам я туда тоже не стремлюсь, приглашение не получал. Но, тем не менее, это похоже на что-то, что там... Теневый кабинет? Да. Нет. Почему? Ну, вот смысла в этом никакого не вижу. И то, что, ну, там какие-то появились люди из Литамака, ну, скажем так, если бы это был теневый кабинет, я бы этих людей знал. Ну что ж, я напомню, что мы в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы Шамилю Валиеву. Напомню, что сайт Медиакурсеть сегодня, первый день, работает в новой обложке. Вы как-то, кстати, почему к этому пришли-то? Ну, это общая политика холдинга, то есть, ну, другие регионы переоделись. Ну, мы собирались по принципу в каждом регионе свой ресурс, выросший на местном материале. И потом все это в одну обвязку как бы укладывается. Вот сейчас мы вот этот момент переходим после года работы на... как было. Вот сначала там Ростов переоделся, Нижний Новгород переоделся, Казань переоделся. Сейчас наша очередь пришла. Я надеюсь, что основные баги решили западнее нас. Я напомню, что этот холдинг называется First Media Invest, да, сайт mkset.ru. Шамиль Валиев у нас в гостях, вы можете присылать вопросы на номер плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Мы сейчас уйдем на московские новости, сразу после московских новостей поговорим о конфликте на БСТ, о интервью... О, господи. Интервью Толкачева вам, вашему сайту, ну и так далее. За вторник и по пятницу в пятнадцать десять. Персонально ваш. Продолжаем программу персонально ваш на ваши вопросы, в том числе, которую вы присылаете на номер плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Отвечает Шамиль Валиев, и я прононсировал тему БСТ. Хочу спросить ваше мнение по поводу того конфликта, который там возник, и который, кажется, утих. А на ваш взгляд, что происходит с этим холдингом вообще? Потому что все привыкли говорить БСТ, ведь на самом деле это еще и радиостанции, и много чего еще. Да, там много чего еще есть. И, ну, там, во-первых, много людей, моих коллег, которые всегда правы. Ну, для меня, представители цеха журналистского, мои коллеги всегда правы. И особенно, когда, ну, дорогие и любимые мною люди, ну, между собой, там, допустим, выясняют отношения. Вот, надо, как бы, тут очень много, тут психология и экономика. То есть психология заключается в том, что телевидение, как и, наверное, радио, оно очень, ну, сильно завязано на мотивации нарциссизма. То есть, ну, люди хотят себя, там, видеть, слышать, чтобы их узнавали. Я не знаю, как на радио узнают ли вас по голосам, дают ли вам скидки на базаре. Вот, и... А они всегда, ну, как бы с тревогой ожидают, там, ну, допустим, если на тебя кто-то, какой-то начальник косо посмотрел, то есть, значит, тебе, ну, как это раньше было, там, не камеры... Отключить от эфира, да. Да, тебе своих, там, тридцать, твоих привычных тебе тридцати секунд не будет, и это очень, ну, прямо гормональная проблема. Вот, и поэтому ни одна смена руководства на БСТ на моих глазах гладко, как бы, совсем уж там без... ну, не проходило. Вот, люди переживают, потому что, ну, привыкли какие-то там себе норки, облюбовали в большом здании, там, телецентр, ну, как бы, на стороне БСТ. Какие-то отношения сложились, и тут у них, ну, какой-то другой ветер там подул. Ну, вот, с другой стороны, я, как бы, знаю, вот, ну, и прежнего руководителя, ну, как хорошего человека и хорошего медиаменеджера, да, который и знаю, там, и нынешнего начальника БСТ, как хорошего телевизионщика, медийщика, да. Вот, я думаю, что, как бы, что бы там ни происходило, мы должны знать, мы должны видеть картинку. Вот. Если нам нравится картинка, которая есть, ну, мы голосуем, как бы, пультом, то, как бы, пускай они между собой хоть что делают. Вот, пускай у себя на телевидении хоть передерутся, хоть перецелуются. Вот. Но мне нужна картинка. Если для этого им нужна, для вот этого куража, ну, как бы, ну, творческий конфликт, пускай он будет. У них есть такое право, и от этого наша любовь к ним не прекращается. Почему, мне кажется, что... С точки зрения экономики. Хорошо, да, давайте сначала про экономику. Да, там есть, кроме, ну, ну, есть такое еще представление БСТ о том, что это какая-то прорва денег туда вбрасывается, там прорва людей, неизвестно, чем занимается, и показывает там, ну, телевидение для селянов и полезщиков салатый лайф. Что, как бы, ну, не соответствует действительности. Вот, региональное телевидение, оно, конечно, ну, сейчас нет такого, что у нас там три канала, у нас там 200 каналов, но никто не снимает базисные инфраструктурные вещи, как бы, с БСТ, одна из тех штуковин, которые напоминают жителям Башкирии о том, что они живут в Башкирии. Если они этот сигнал перестанут получать, то Таташлинский район убежит в сторону Мурти, и Свердловской области, Бежбуляк в Оренбург, Баймак в Манитогорск, и так далее. Вы переоцениваете Оренбург, мне кажется, но ладно, так. Вот, тем не менее, там, ну, Дуванский район убежит в Фермский край, Тоймазы оторвется, ну, в ту сторону Татарстана. Это как бы... Это во многом цементирующая... Цементирующая вещь, да, вот, она, эта работа незаметная. Вот у тебя голос Сенкевича в дальней комнате бубнит, говорит что-то, значит, у тебя все нормально, да. Нету, вот. И с точки зрения... Это была массовая психология. И с точки зрения экономики, там, ну, допустим, условно, вот, ругают, что в Башкирии много тратят на СМИ. Как будто СМИ это... Деньги на гос-СМИ это пиар властей, якобы. Вот. И я, ну, сам как член штаба Народного фронта, ну, знаю эту позицию, и пытался объяснить, там, мы пытались объяснить, что, ну, не совсем все так. Вот. Дело там, как бы, даже не в этнической теме. Ну, конкретно, разбираясь в проблеме БСТ, я понял, что, допустим, вот 800 миллионов рублей передается на всякие издания, которые выпускает там Республика Башкорстан, там примерно половина из них на БСТ, и примерно половина из этих денег тратится на некое ОАО «Спутник Телеком». Вот, допустим, четверть чек денег на СМИ, вот оно идет на «Спутник Телеком», которое доставляет сигнал по вышкам, ну, в деревню. И эта история, насколько я понимаю, года через два перестанет работать. Там у них какие-то большие деньги накопились на счетах, ну, в результате их там хозяйственной деятельности. Ну, тем не менее, правительство продолжает его финансировать, и, а мы продолжаем ругать государственные СМИ за то, что они получают какие-то адские деньги на свою деятельность. Вот, чем занимается этот «Спутник Телеком», как оно будет выходить из, ну, из процесса, и почему там так много денег, я вот не понимаю. И насколько эти деньги, ну, целесообразно используются для того, чтобы у нас было много хороших интересов передать, тоже большой вопрос. А это бюджет сопоставимый с бюджетом телевидения. Это экономическая сторона. Раз. И вторая проблема, там есть прекрасная радиостанция, извините, пожалуйста. Прекрасная. Которую я не назову, можно? Да, даже не стесняйтесь. Да, она музыкальная, да, «Спутник ФМ». Да, «Спутник ФМ», я ее с удовольствием слушаю, потому что там, ну, живая, хорошая, интересная мне музыка, в отличие... Там заставка «Земфиры», вы что? В том числе, да. Только за это их можно любить. Да, и когда, ну, Максим с Шамилем тут не беседует, то, ну, можно слушать музыку, да? Единственное место у нас в Уфе, где можно слушать нормальную музыку. Это вот «Спутник ФМ». Но это хорошие деньги, на самом деле. И вот, я насколько понимаю, что... Это раньше была отдельная контора, а сейчас это, ну... А «Юлдаш» ведь тоже туда относится? Я вот всех тонкостей не знаю, но... Ну, тоже можно слушать по всей республике. Я когда в дороге, я всегда допущу. Это хороший актив. И я, ну, вот сейчас со всеми этими, как бы, изменениями структуры, я просто переживаю вот за эти... Просто вы говорили об экономике, и тут я могу сказать, как человек, который регулярно ездит на всякие радиофорумы, в том числе и менеджерские, «Радио «Юлдаш» побило все рекорды по вложению в свои мощности в России в 2015-2016 году. А как именно умудрилось сделать? Ну, ни одна радиостанция не поставила такое количество передатчиков, ну, по крайней мере, формально. Самостоятельно? Самостоятельно, как именно эта радиостанция. Ну, вот нашему коллеге Рустаму придется разбираться еще со всей этой историей, как это все происходило. Ну, я думаю, что все довольны. И я думаю, что его федеральная закалка и работа под руководством нашего полпреда ну, закалило его так, что он выдержит, и не это. Тем не менее, я хочу вас спросить о, на мой взгляд, где-то даже трагическом разрыве картинки телевизионной реальности. Потому что в то время, когда все обсуждали БСТ, когда сами сотрудники БСТ в социальных сетях и в других СМИ давали комментарии по поводу того, что у них на канале происходит, и с чем они не согласны, сам БСТ на эту тему не показал ничего. Ну, я прекрасно помню какие-то, ну, фильмы о фильмах, телевидение о телевидении, когда актеры рассказывают театральные байки более унылого и занудного зрелища, когда уникальный журналистский коллектив начинает сам себя хвалить. Ну, вот у меня... Да, в чем обязательно хвалить? Просто рассказать объективно. Вот есть такой вопрос. Есть те, кто согласны, есть те, кто не согласны. Ну, наша цеховая история, наверное, одна из самых закрытых вообще... Ну, от публики, несмотря на нашу интроверсию, мы очень уязвимы, и дайте коллегам самим разобраться. То есть вы в этом смысле... Подождите, так они сами наоборот, они шли в другие СМИ, говорили, но при этом не говорили у себя. Ну, я прямых заявлений от того, что кто-то там чем... Ну, довольно считанное количество, как бы, видел то, что... Ну, там поднимался этнический вопрос, насколько я понимаю. А вас, насколько эта тема всколыхнула или нет? Когда, в общем, многие действительно и средства массовой информации, в том числе, подняли этнический вопрос в связи с этим значением. Я вполне понимаю башкир, которые, ну, обеспокоены тем, что... Ну, если они сами себя не будут защищать здесь, то больше негде и некому отстаивать, ну, свои, как говорили, предмолитет Азербайджан Байдылович, национально-культурные, ну, права и возможности. И это способ сопротивляться глобализации, которая, ну, нас всех перемалывает, и что, ну, мои дети, допустим, или там дети многих людей моего поколения уже не говорят на родных языках. Вот. И телевидение понимать только с точки зрения, там, бухгалтерии и секвестра, и там, рейтингов и менеджмента, если оно... Ну, вот я извиняюсь, но даже... Эхо Москва-Уфе учит, там, башкирскому языку, да? Если этого... Ну, БСТ один из центров поддержания, как BBC для британского английского, да? БСТ это норма, образующая штуковина для башкирского языка и один из современных живых, нормальных носителей, ну, культурного традиции. Живого языка, да, без этого. Это недооценённый, как бы, его ресурс и вклад вот в нашу общую культурную сокровищницу. За это, ну, никто не платит, грубо говоря, и за это никто не хвалит, никто не награждает, хотя БСТ с этой ролью справляется. И если не будет БСТ, не будет там башкирского вещания на башкирском языке, то, ну, башкирский язык понесёт огромные потери. То есть это такой рискованный менеджмент назначать не башкира на эту должность? А, вот тут как раз другая история, что, ну, если он как бы... Ну, во-первых, мне, ну, спрашивать там башкир или не башкир, надо быть квалифицированным, или там кто, надо быть очень квалифицированным этнологом, и ты должен ответить сразу на вопрос «И что?». То есть, да, я вот там, допустим, ну, тоголезец. Вот что ты знаешь о тоголезцах такого, как они себя ведут в той или иной ситуации. Хорошо, ты узнал, что я там на 7-8 татарин, там где-то Мишар, где-то там на 1-8 башкир. Вот я, и ты узнал обо мне, что это тебе дало знание? Как я себя веду в этом? Ты же, ну, у тебя есть достаточное там знание этнологическое, что ты можешь на эту тему спокойно рассуждать. Зачем ты тогда выясняешь мое происходие? Что ты хочешь со мной сделать после этого? Это вопрос. Но я уверен, что по башкирской традиции, что, ну, во-первых, там любой не башкир будет защищать башкирскую культуру не хуже, а может быть и лучше, чем этнический башкир, применяя для этого весь свой талант и знание. Вот. У нас есть прекрасный там мой пример, как Вази Гаскаров, допустим, который, ну, создал современный там башкирский танец и был, ну, этнический костюм, например, да, которым, ну, у нас сейчас перед глазами, потом уехал в Казань. Вот. И я знаю, ну, много людей, этнически не являющихся башкирами, которые являются, у которых, которые сделали значительный вклад в развитие башкирской культуры, языка, этносоэпнологии, как кузеев. Ну, много таких людей, которые сделали очень много для садовослава башкирского народа. Это, как минимум, не проблема, на ваш взгляд. Это, скорее, плюс, то, что человек будет всегда думать, не обидится ли на меня башкира, если я вот эту передачу, допустим, покритикую или сокращу на пять минут. Это большой плюс, на самом деле. Этим надо... Башкирам предлагаю просто этим пользоваться. Еще раз напомню номер для СМС. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Еще одна тема, которая отражает отличие телевизионной картинки от того, что происходит в реальной жизни, это приезд Навального, который, в общем, ни один телевизионный канал, по-моему, не осветил, и не все средства информации посчитали нужны. На ваш взгляд, насколько это было важное, неважное событие в политической жизни региона, насколько стоило или не стоило обращать на это внимание? Ну, скажем так, это были выходные. Технологические проблемы в том, что дежурные смены выводят есть, но, естественно, что местные СМИ не отреагировали на вот это вот событие, если его считать. Если часть горожан либерально настроенных считает это событием, то, наверное, вольтерианство подсказывает, что из повестки полностью исключить его можно только принудительно. можно было про это сказать, но я за другие СМИ не буду говорить, почему они так поступили, но я вижу в этом систему. Может быть, они действительно там получили команду, исключить этого нельзя. А такая команда, если она приходит, она приходит из федерального центра или это здесь собирается какой-то штаб и решает? Надо дать такую команду. Когда одного из политических деятелей, скажем так, в 15-летней давности была пресс-конференция по поводу того, когда печатали фальшивые бюллетени на типографии Мир Печати тогдашней администрации президента, и там говорили, а чем вы докажете, что эти билеты печатались в году президента? А вы хотели, чтобы сам президент стоял, эти бюллетени что ли печатали? Вот вы хотите, чтобы кто к вам пришел и сказал, не пишите про нам. Но тем не менее, а это все-таки из федерального центра? Ну, я думаю, что вертикальность пока еще существует, и нету сабастинных улусов, которые решают... Ну, хотя вот... Но есть же способы по-разному. Можно просто так дать, что вроде как, например, не дать то, что он говорил, а сказать, что вы закидали яйцами, и все. Ну да. Это же тоже способ. Да. Ну, я думаю, что на данном этапе для, ну, скажем так, вот этого кандидата в президенты, вот одного из кандидатов в президенты, возможного, да, любое упоминание в любом контексте в массовых СМИ является технологической победой. А тогда вот что хочу понять на вас. Вот вы наверняка примерно себе представляли какой-то потенциальный электорат Навального, например, здесь в регионе. Сколько людей вообще интересуются этой тематикой, не интересуются. Пришло больше сотни человек, это как минимум волонтеров, да, записались, а то и, может быть, даже и больше. Я просто не был там на месте, поэтому мне трудно сказать. На ваш взгляд, это много, мало, это ожидаемо мало, ожидаемо много. Как вы считаете? Для УФЭ это выше среднего, я бы сказал. Так, ну, то есть, ну, не знаю, сколько там было там провокаторов и людей, которые нас оберегают от всяких неожиданностей, вот, внульчевых. вот, но для УФЭ это выше среднего, это говорит о том, что УФА, ну, не Черноморск, ну, довольно-таки вольный такой город, в плане, ну, молодежь, которая вот на эту риторику как бы ведется и, ну, чувствует колоссовую какую-то близость к, ну, выразительный интерес недовольный горожан, да, ну, мне было интересно на них посмотреть. Смотрели ли вы фильм расследования про Дмитрия Медведева? Как вы думаете, как много людей он оставил неравнодушными в Уфе, как много людей выйдут на митинг, который согласован в Затоне? Не могу предполагать, потому что я не проводил анализ аудит коммуникации, Насколько он цепляет? Ну, митинг по поводу фильма? Да. Я не понимаю такого формата, ну, дайте нам ответ, как они хотят сказать и заявить, а то мы ответа не получили. Ага, мы, ну, место, конечно, на отшибе, но, тем не менее, не запретили. Вот. Ну, я думаю, будет сопоставимое количество. Это, ну, когнитариат. Ну, в общем, и со временем, с течением жизни я пришел к выводу, что консерватор, или либералов, это люди уже по рождению. Даже так? Да, и еще ни одного переубежденного, перекованного, ну, не видел. Сам стараюсь держаться где-то там в центре, потому что, когда все между собой там перегрызутся, кто-то должен будет их помирить, вот, и идти, как говорил патриарх Алексий, с серединным царским путем, вот, но я хочу слышать и тех, и других, вот, ну, единственное, что мне не нравится, это элементы радикализации, когда, ну, и в одну сторону, и в другую, там, вот, ну, я хотя бы живем посмотрел на нодовцев, например, которые, ну, как впечатление от них? Как впечатление от нода? Ну, кроме тех людей, которые таратурили заранее сказанные, заранее заученные какие-то вещи, ну, ощущение того, что они не перелетели, они, они все дети Адама, и, ну, как сказать, обыкновенные люди, у меня не прошло. Шамиль, а вас не пугает, что в Уфе, в общем, да, организация НОД довольно заметная, она в других городах не так заметна, не во многих городах. Здесь, видимо, есть, ну, люди, человек, которые, ну, как сказать, ну, более харизматичные. Так я к чему, да, как раз хочу вас спросить, вас не пугает, что появляется довольно заметная организация, которая, по сути, собой готова подменять государственные функции, готова назначать виноватых, заказывать за это? Я вот не верю ни в какие самосуды, ни в самопрокуроры, и, слава богу, есть, существует институт государства, который решает, ну, плохо, некачественно, медленно, не нравится нам, но основные, как бы, вопросы, ну, нашего совместного бытия. Вот, если бы сказали, допустим, вот, ну, сможешь ли там приговор насильнику или там, ну, явному уроду там, какому-то, ну, вынести самостоятельно, я на себя такую функцию не возьму, и, благодарен, ну, за это создатель, что есть государство, и самодеятельных полицейских, вот, мне не нужно, мне это, ну, настораживает, мне хватает и тех, которые есть. Еще одна тема, которая много обсуждалась на этой неделе, это стало понятно, кому будут платить эти самые 300 тысяч за первого ребенка, и выяснилось, что будут платить только семьям, и не будут платить, например, матерям-одиночкам. Насколько вам кажется правильный такой подход в поддержке рождаемости в республике? Ханжеский. Ханжеский и вынужденный. Потому что, ну, сначала, как бы, ну, все кинулись подсчитывать, вот эти, там, когда с самой первой трибуны, там, хватили лишка по этим цифрам, да, а потом, ну, пришли, как теперь говорят, счетоводы, и сказали, ну, а теперь давайте считать, сколько это в деньгах, там, ну, соответственно, начали, ну, обжимать, 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 но, обычно, аппаратно удается спрятать концы, когда, ну, допустим, дают, но не всем, дают, но не до конца, там, вот, а тут вот прокололись, потому что нарвались на выросшие, ну, они своим умом, там, 50-60-летних людей сформированы тогда, нет, вызов замены ценности, какой-то такой штуки, он придумали, когда отрезали очередную, а они посмотрели ни социологию, ни статистику, и, что, ну, люди имеют право, ну, не находясь в браке, быть родителями, и они, ну, их не надо за это унижать, и ущемлять, мои дедушка с бабушкой, по-моему, были только в религиозном браке, и у каждого, вот, Хадича Ахмедшина и Медхат Багутинов, это, ну, по-моему, они не были в зарегистрированном браке, и от этого не перестали быть ни вами дедушка, ни бабушка, поэтому я считаю, что это прокол и унижение, ну, многим, ну, людям, которые это недостойно, родителям, что, ну, скажем так, если человек растет без отца, он что, хуже, что ли? Гульнар спрашивает вас по СМС, что вы думаете по поводу смены руководства в справедливой России в Башкортостане? Ага, так, справедливая Россия в Башкортостане сменила руководство, и, ну, скажем так, ну, я рад, что, если она дальше будет, как бы, справедливая Россия функционировать у нас, вот, я думаю, что не назову это выгодным приобретением для тех, кто это совершил, и это сделка в интересах продавца, а не покупателя. То есть? Да. То есть, на ваш взгляд, те, кто уступили это региональное отделение, они сделали это с удовольствием? Я думаю, что давно уже маялись, не знали, что делать с этим. Богатством. С этим богатством, да. Вот. Ну, структура, как бы, ну, свою роль на историческом ландшафте Башкортостана выполнила, ну, уже к году, как где-то к восьмому. Последний вопрос, последняя тема, по крайней мере, большая, это Минздрав и Минздрав, допустивший народных целителей в больнице. Вот целый документ вышел по поводу того. Я не поверил, честно говоря, поэтому не стал читать это. Представляете, документ есть, реальный документ. Вот на ваш взгляд, это символ как раз широты взглядов, того, что вот, видите, Минздрав готов, да. Я готов только обсуждать заголовок. Или это, на ваш взгляд, скорее признак того, что какая-то деградация происходит, и мы готовы допускать в больницы народных целителей. Ну, это... Система здравоохранения. Что-то дать кабинет знахарю, что ли? Что делать-то? Там теперь знахарь, если ты хочешь привлечь к своему лечению еще и кроме врача знахаря, ты его можешь привлечь, он придет к врачу, покажет, что он тут покажет, что тут тебе прописал, скажет, да, действительно, это не повредит, и все, ладно, лечись. А, то есть, если врач не против, то можно заниматься хвостиками от мыши. Да, и они будут процентироваться, да, и Минздрав будет выдавать им какие-то сертификаты на пять лет, что да, вы можете заниматься народной медициной. Ну, в общем, за те 27 лет после того, как у нас отменили главлит, который сидел на ЦНТ Кирова-15, действительно, выросло целое поколение людей, которые, ну, не в ладах, как бы, с объективистской наукой и придумывают постоянно себе новые религии и, ну, всякую вот эту шарлатанскую хрень. Вот. Это тоже наши сограждане, если это им помогает. Бабка там, которая руки накладывает там. Вот. Я бывший редактор бесплатной газеты «Курьер», у нас много было рекламы от таких, как бы, людей. Вот. И, ну, люди, ну, действительно верят во все это. Кроме как плацебо, я там, ну, не вижу. С точки... Ну, я на... И, кроме того, тут есть еще смешная башкирская традиция любую фигню зарегламентировать. Вот. Я надеюсь, что тут она пойдет на пользу и не все шарлатаны пробьются. Может быть, кого-нибудь из самых, ну, упырей, которые не пускают людей к нормальным врачам, может быть, ну, может быть, они запутаются в башкирском бюрократизме. Я напомню, это был Шамиль Валиев из холдинга First Media Invest. Новый сайт... Спасибо, что вы выучили название нашей холдинга. First Media Invest, да. И сайт МКСЭТ, напоминаем, переоделся немножко. Да, для вас переоделся. Спасибо, что читаете. Да, заходите, смотрите. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok